друзья всем привет сегодня 10 декабря 2020 года четверг завершилась дневная торговая сессия на московской бирже и мы начинаем наш вечерний обзор в котором подведем итоги по дню и запланируем дальнейшие действия на завтра и так сегодня у нас произошли изменения по долговым распискам киви на фоне выхода негативных новостей от центробанка о том что выявлены в банке нарушения в киви были ограничены операции соответственно мы увидели очень существенное падение которое достигало минус 20 процентов за день но при этом это позволило сегодня отработать дневной уровень покупок 780 на котором по торговому плану была запланирована покупка еще 20 процентов от планируемого объема позиции таким образом на текущий момент те кто покупали ранее дневной уровень 1179 то сейчас у вас должно быть порядка 40 45 процентов от планируемого объема позиция и дальше нужно ждать теста следующего уровня 706 это также у нас дневной уровень который соответствует недельному на нем можно будет докупать еще 20 процентов и дальше пока воздержимся от покупок нужно будет удерживать в целях формирования новых дневных уровней либо уже у нас на текущий момент остается сформированным всего лишь один недельный уровень это девяносто восемь с половиной до туда мы вряд ли дойдем поэтому нужно ждать если дадут протестировать 706 можно рассматривать покупки еще 20 процентов это будет тест нижней трендовой линии нисходящего дневного канала от которого может произойти отскок наверх и формирование новых дневных уровней где-то в этом диапазоне посмотрим если буду давить дальше то тут уже будут формироваться новые уровни на которых можно будет добить позицию до 100 процентов в принципе то что за день дали такие уровни это очень хорошо поскольку если падают быстро то соответственный отскок может быть также очень хорошие от этих уровней поэтому покупаем тем кому интересно поучаствовать в этой истории и дальше будем надеяться на то что ближайшее время мы увидим отскок наверх в целом бумага продолжает торговаться в среднесрочном нисходящем тренде ключевое сопротивление на текущий момент у нас находится на отметке 1391 с половиной что свидетельствует о том что давление на бумагу может продолжиться но тем не менее нахождение цены ниже средней линии дневного канала а также приближение к нижней границе данного канала свидетельствует о том что сейчас самое время осуществлять долгосрочные покупки и смотреть что дальше будет с этим эмитентом в долгосрок посмотрим то есть сейчас есть возможность сформировать по хорошим ценам позицию дальше задача удержать и не разгрузиться слишком рано по данному эмитенту следующий уровне как я уже говорил 706 это ближайший дневной на котором можно рассматривать покупки еще 20 процентов также у нас сегодня произошли изменения по лена энерго привилегированным был протестирован ближайший часовой уровень покупок 150 40 и в последующем цена достаточно быстро восстановилась к текущим ценам на чем был этот шип пока непонятно но нужно учитывать что сейчас мы продолжаем торговаться среднесрочно в восходящем тренде возможно это уже какие-то завершающие проливы вниз в целях добора позиции ну какими-то стратегическими игроками и учитывая что мы уже отбились от нижней трендовой линии восходящего дневного канала не исключая что уже ближайшее время по данному эмитенту мы можем увидеть среднесрочный рост в этой ситуации первая цель на которой можно рассчитывать это 175 65 первая цель в районе средней линии канала которая может быть достигнута достигнута в среднесрочной перспективе поддержившись поддержка сохраняется на отметке 142 63 пока цена торгуется выше данной поддержки любое снижение это техническая коррекция в рамках восходящего среднесрочного тренда если будет какой-то пролив вниз еще более глубже то 142 63 это дневной уровень на котором можно рассматривать покупки еще 20 процентов в долгосрочное и среднесрочное портфеле далее сегодня у нас произошли изменения по акциям лср точно так же шипом вниз был протестирован часовой уровень покупок 836 60 и цена достаточно быстро отскочила наверх тем не менее это позволило купить 5 процентов еще дополнительно в портфель тем инвесторам и подписчикам которые начинают формировать только позиции по данному эмитенту в свои долгосрочные и среднесрочные портфеля таким образом на текущий момент сейчас уже с учетом протестированного вот этого нижнего часа века 860 360 уже у вас может быть сформировано порядка двадцати пяти процентов на этом пока следует остановиться и удерживать то что успели купить дальше ждем продолжение технической коррекции последующий отскок и формирование новых дневных уровней на которых можно будет рассматривать покупки еще 20 процентов тем кто ранее не покупали часовики сейчас ближайшие часовые уровни которые остаются актуальными для покупок это семьсот семьдесят шесть двадцать и семьсот двадцать один это ближайшие часовики которые находятся в районе средней линии восходящего дневного канала для тех у кого уже имеется в портфеле порядка двадцати пяти процентов нужно ждать теста дневных уровней сейчас ближайший дневной уровень это 561 20 дадут его или нет под вопросом поэтому пока просто держим то что имеем дальше будут формироваться новые уровни будем уже принимать решение о докупке по дополнительно акции в портфель по увеличению доли в портфеле под дневным уровнем которые будут формироваться далее мая уру мая уру у нас продолжает пока снижаться снижаться сегодня был протестирован следующий часовой уровень покупок 2100 220 на котором также можно было рассматривать покупки до пяти процентов сейчас с учетом ранее отработанных часовиков выше уже есть была возможность сформировать первые двадцать пять процентов от планированного объема те же кто ранее не покупали то можно рассматривать и нижние часовые уровни для покупок это две тысячи пятьдесят девять восемьдесят и тысяча девятьсот шестьдесят если будет дальнейшее снижение по данному эмитенту тем не менее сильно глубокого снижения лично я не жду я думаю что если и дадут то две тысячи пятьдесят девять восемьдесят в последующем цена может возобновить рост и будут формироваться уже на перехая новые дневные уровни покупок сейчас пока задача была сформировать первые двадцать пять процентов и после этого нужно было просто держать сегодня эта возможность представилась можно было докупить последние пять процентов но те кто ранее я как я уже сказал не покупали можно выставлять заявки и на нижних уровнях 2059 80 и 1960 это ближайшие часовики которые позволят доформировать первые двадцать пять процентов переходим дальше следующая акция нашего обзора по которой сегодня происходили изменения это рост сети обыкновенная мы сегодня протестировали часовой уровень покупок 167 48 и цена достаточно быстро восстановилась обратно к текущим ценам на данный момент получается что мы наблюдаем обычную техническую коррекцию на которой как раз я рекомендовал рассматривать первый набор позиции только вновь прибывшим игрокам инвесторам и подписчикам которые еще только присматриваются и начинают покупать данную акцию в свой портфель на текущий момент получается с учетом отработанных двух часовиков сейчас актуальным для покупок является следующий часовик 166 43 на нем также можно будет рассматривать покупки пяти процентов если этот уровень будут тестировать для тех у кого ранее были в сформированной позиции летом и осенью продолжаем удерживать длинные позиции по данному эмитенту и если рассматривать очередные покупки то только в случае теста дневных уровней на текущий момент ближайший дневной уровень покупок сформирован на отметке 1.3510 на тесте которого можно рассматривать еще 20% покупку в свой долгосрочный портфель среднесрочная бумага продолжает торговаться в восходящем тренде поддержка дневная сформирована на отметке 0.8670 все что выше данной поддержки торгуется в среднесрочном восходящем тренде любое снижение выше данного уровня это техническая коррекция на которой можно смело выкупать уровни которые дают по торговому плану далее сегодня также у нас был протестирован уровень покупок по акциям транснефть привилегированная был протестирован часовой уровень покупок 141900 и мы видим что цена достаточно быстро восстановилась к текущим отметкам где было открытие по дню вы купили очень быстро этот уровень соответственно я рассчитываю на то что уже в ближайшее время мы увидим возобновление достаточно хорошего роста но для этого нам нужно пробить ключевое сопротивление которое находится на текущий момент на отметке 149 450 пока цена находится ниже данного ключевого сопротивления резкие проливы вниз могут продолжиться поэтому нужно быть готовыми и рассчитывать риски и выставлять заявки на покупку на следующих уровнях остается актуальным и не отработанным ранее часовой уровень 139 тысяч 50 для тех же кто ранее еще весной и летом набирали позицию сейчас актуальным для покупок остается пока дневной уровень 130 тысяч 850 на нем можно также рассматривать покупки до 20 процентов по отработанным позициям сегодня все далее мы перейдем к рассмотрению эмитентов по которым были сформированы новые уровни для покупок и начнем обзор с акции ауроса сегодня по данному эмитенту у нас был сформирован новый часовой уровень покупок 9067 и ждем начала технической коррекции поскольку сейчас уже цена тестирует верхнюю границу часового канала на дневном таймфрейме мы также тестируем верхнюю границу дневного канала соответственно в любой момент можем увидеть начало технической коррекции в рамках которой можно будет сформировать первые 25 процентов вот планируемого объема позиции тем подписчикам и инвесторам которые только начинают покупать эту бумагу в свой портфель тем же кто ранее формировали позицию летом осенью нужно просто держать ранее набранная позиция и ждать теста дневных уровней текущий дневной уровень ближайшие это поддержка 69.23 других уровней выше пока не сформировано поэтому просто держим и ждем формирования либо теста дневного уровня 69.23 это первая цель на которой можно будет увеличивать долю в портфеле еще на 20 процентов далее сегодня также у нас сформирован новый часовой уровень покупок по акциям втб он находится на отметке 0.03.72.20 и на данный момент для тех кто только начинает набирать позицию по данному эмитенту можно рассматривать к покупкам сформированные часовые уровни которые актуальны но не отработаны ранее это 0.03.72.20 0.03.70.40 и 0.03.54.25 на данных уровнях можно покупать по 5 процентов на каждом уровне рассматривать покупки и суммарно все часовики которые будут формироваться суммарно на часовиках нежелательно превышать первые 25 процентов от планируемого объема позиции по данному эмитенту учитывая что сегодня мы по-прежнему торгуемся ниже ключевого сопротивления 0.04.07.26 давление на бумагу может продолжиться поэтому в любом случае нужно быть готовыми к покупкам на дневных уровнях 0.03.16.25 также на недельном уровне 0.02.76 это минимум марта 2020 года дадут его или нет это вопрос но тем не менее в любом случае если вы стратегически настроены на набор позиции в долгосрок торопиться покупать по часовикам всю позицию я не рекомендую я рекомендую ждать теста именно дневных и недельных уровней поэтому ждем 0.03.16.45 0.03.16.25 это ближайший дневной уровень на котором можно увеличивать долю в портфеле еще на 20% далее сегодня также сформирован новый часовой уровень покупок по акциям газпром он находится на отметке 188.65 и вблизи данных отметок также имеется еще один часовой уровень актуальный для покупок 187.78 если дадут протестировать эти уровни то на них можно рассматривать покупки до 5% на каждом уровне цена приближается к ключевому сопротивлению которое находится на отметке 194.68 если мы увидим тест данного ключевого сопротивления то в последующем будет сформирована пробойная пробойный паттерн будет сформирован и в случае если мы обновим максимум пробойного дня среднесрочный тренд будет сломлен и мы в ближайшем будущем увидим полноценный рост по данному эмитенту первые цели на которые можно будет рассчитывать это в районе 272.68 первые цели дальше будем ждать там коррекционные может быть моменты какие-то будут в последующем но для этого прежде чем строить такие планы нам нужно сломать сопротивление и перейти в восходящий тренд по данному эмитенту ждем сейчас же для тех кто только стартовал ближайшие часовики на которых можно набирать позицию 188.65 и 187.78 далее газпром нефть по данному эмитенту сегодня мы сформировали новый часовой уровень покупок на отметке 319 на нем можно рассматривать покупки до пяти процентов и в целом мы видим что до сих пор находимся в нисходящем среднесрочном тренде где сопротивление сформировано на отметке 366 цена тестирует верхнюю границу нисходящего канала соответственно по технике находится в зоне перекупленности давление на бумагу может продолжиться поэтому если это давление будет существенным то мы увидим значительное снижение на котором можно рассчитывать на покупку очередную на дневном уровне 270 20 на нем можно рассматривать покупки еще 20 процентов сейчас же пока дают тестировать только часовики на часовиках я рекомендую набирать позицию не более 25 процентов суммарно по часовым уровням на каждом часовике можно рассматривать до пяти процентов покупок далее казань оргсинтез привилегированная сегодня сформировали новый часовой уровень покупок 10 49 и на данный момент у нас ближайшие часовые уровни которые можно рассматривать для набора позиций в долгосрок это 10.71 10.49 10.01 и 9.82 это ближайшие часовые уровни на которых можно формировать первые 25 процентов от планируемого объема позиции далее идет поддержка 9.05 которая соответствует дневному уровню покупок и пока мы торгуемся выше данного уровня цена находится в среднесрочном восходящем тренде тем не менее нужно учитывать что долгосрочным мы пока по-прежнему в зоне перекупленности и постоянно тестируем верхнюю границу нисходящего дневного канала сможем ли мы сломать данную долгосрочную тенденцию пока непонятно но я надеюсь на то что в ближайшее время это получится сделать поскольку на меньших таймфреймах мы уже находимся у нижней границы восходящего канала соответственно если дадут сформировать позицию то в последующем уже в ближайшее время я жду отскок наверх и возобновления именно восходящего тренда в котором мы на текущий момент находимся то есть продолжение роста я думаю мы в ближайшее время мы можем увидеть по данному эмитенту сейчас пока дают формируем длинные позиции на средний срок и долгосрок далее магнитогорский метаургический комбинат по данному эмитенту сегодня мы опять наблюдали рост который позволил сформировать следующий часовой уровень покупок 46.090 с учетом сформированного сегодня часовика ниже также имеется еще один интересный для покупок уровень 43.810 на данных часовиках можно рассматривать покупки до 5% на каждом суммарно все часовики не должны превышать 25% от планируемого объема позиции после набора первых 25% ждем теста следующих дневных уровней на текущий момент ближайшая дневка сформирована на отметке 34.525 это достаточно низкого текущих значения дадут этот уровень или нет но учитывая что сейчас мы уже в зоне перекупленности и находимся у верхней границы восходящего дневного канала на коррекции я думаю мы в последующем можем сформировать новый дневной уровень в районе средней линии на котором можно будет увеличивать долю в портфеле еще на 20% переходим дальше акция НЛМК сегодня мы также наблюдали рост по данному эмитенту и сформировали новый часовой уровень покупок 196.30 на тесте данного часовика можно рассматривать покупки первых 5% суммарно часовики которые сегодня сформированы это еще ниже 188.66 183.96 и 175.58 на тесте данных часовиков в случае если мы увидим начало технической коррекции по данному эмитенту на тесте данных часовиков можно сформировать суммарно первые 25% если вы только начали покупать эту бумагу в свой портфель для тех же кто ранее покупали эту бумагу нужно просто продолжать удерживать позицию в портфеле на средний срок и долгосрок поскольку у нас поддержка сформированная на отметке 133.40 до сих пор не тестируется находится достаточно низкого текущих значений соответственно до слома восходящего тренда пока у нас далеко ждем техническую коррекцию отскок наверх формирования новых дневных уровней на которых можно в последующем увеличивать долю в портфеле еще на 20% сейчас уже позиция плюсует достаточно хорошо поэтому держим наслаждаемся профитом который у нас постоянно прибывает по данной позиции ну и рассчитываем на высокие дивиденды от низкой средней которую мы сумели сформировать покупая эту акцию весной или летом и осенью ждем на коррекция можно рассматривать покупку первых 25% новотек по данному эмитенту сегодня у нас сформирован новый часовой уровень покупок на отметке 1159.60 и мы видим что сегодня акция показала неплохой рост который пока ничем не обусловлен ну возможно какие-то новости я сам пропустил я честно говоря не вдавался в подробности но тем не менее мы видим что ранее отработанные часовые уровни уже дают свои плоды то есть позиция уже должна находиться в принципе в небольшом профите у тех кто только что начинал набор позиций по данным часовикам те же кто покупали эту бумагу ранее осенью и весной то сейчас мы действительно наблюдаем хороший профит по этим позициям и ждем тесты следующих дневных уровней которые сейчас ближайшие находятся на поддержке 937.60 если этот уровень дают то так же можно докупать еще 20% сформировать только первые 25% тем подписчикам и инвесторам которые только начинают набор позиций по данному эмитенту таким образом сегодня сформированные 1159.60 часовик он позволяет докупить еще 5% дополнительно к набранным позициям по данному эмитенту других часовиков пока у нас не сформировано это ближайший который не отработан далее северсталь продолжает радовать нас своим ростом сегодня в результате опять обновления максимумов мы увидели формирование нового часового уровня покупок 1144.20 и соответственно на текущий момент учитывая что цена уже находится в зоне перекупленности тестирует верхнюю границу как часового канала так и дневного канала соответственно в любой момент мы можем увидеть начало технической коррекции по данному эмитенту на которой можно рассматривать новым подписчикам и инвесторам набор позиций первых 25 процентов в свой портфель актуальные для покупок часовые уровни сформированы на текущий момент на отметках 1144.20 1134.80 1119.40 1093.80 и 1082.80 это первые ближайшие пять уровней часовых на которых можно покупать по пять процентов на каждом уровне дальше просто ждать ждать теста дневных уровней которые будут сформированы позднее сейчас же мы торгуемся выше поддержки 840.60 что свидетельствует о том что любое снижение выше данного уровня оно это это снижение является исключительно технической коррекции в рамках среднесрочного восходящего тренда поэтому будет коррекция смело выкупаем формируем первые двадцать пять процентов и дальше просто ждем будет дальнейшее снижение значит на дневных уровнях будете улучшать свою среднюю цену входа тем самым увеличивая дивидендную доходность последующую а также увеличивая потенциал последующего роста переходим дальше сегодня изменения коснулись также акции так нефть привилегированная был сформирован новый часовой уровень покупок на отметке 464 и вблизи данного часового уровня также имеется ранее сформированный но не отработанный уровень 462 на тесте данных уровней можно рассматривать покупки до 5 процентов от планируемого объема если произойдет тест данных часовиков то соответственно мы увидим закрепление цены ниже нижней границы восходящего дневного конверта и соответственно если мы закрепимся ниже этой границы то будет сформировано новое ключевое сопротивление в районе 506 90 на данный же момент мы пока торгуемся ниже ключевого сопротивления 589 что свидетельствует о том что мы находимся по-прежнему в среднесрочном нисходящем тренде и давление на бумагу в любой момент может продолжиться если увидим более глубокое снижение в рамках среднесрочного нисходящего тренда то здесь ближайшие актуальные для покупок дневные уровни сформированы на отметке 383.40 и на минимуме марта 2020 года 355 на каждом из дневных уровней можно рассматривать покупки еще 20 процентов на каждом уровне на этом на сегодня все смотрим также утренний обзор в котором я рассмотрел достаточно большой перечень бумаг которые входят в наш торговый план там мы рассмотрели изменения которые произошли в первой половине недели то есть до среды но я думаю там также нужно обратить внимание на вновь сформированные уровни какие тенденции преобладают по тем эмитентам по которым происходили изменения и в комплексе с данным в совокупности с данным обзором можно сформировать какую-то общую позицию и общее мнение по рынку на данный момент на этом все всем успехов до завтра посмотрим если что-то будет существенное завтра возможно еще будет включение в вечернем обзоре ну либо сразу перейдем в воскресный обзор в котором рассмотрим весь список наших эмитентов а их на сегодняшний день уже 72 плюс 2 валютные пары доллар рубль евро рубль и золото мы также на рассматриваем сейчас в воскресном обзоре поэтому на текущий момент семьдесят пять инструментов входит в наш торговый план по ним будет полный разбор выходной день на следующую неделю всем пока успехов и до завтра приступает в следующую неделю снижать vào скидке 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 Продолжение следует...